Здравствуйте! Я Наталья Некрасова, автор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному вязанию абсолютно любой вязальной машины с нуля. Недавно мы на посиделках провязали вот такую очаровательную шапочку с вертикальными полосками. И сейчас я вам покажу, как выполняется этот узор. Я выполняю этот узор на вязальной машинке Silverit 840, машина с нитеводом. Двухцветный вариант, можно выполнять в одном цвете. Эффект будет тоже очень интересный. Итак, есть основной цвет. Беру помогательный, дополнительный цвет, отделку. Подвигаю иглы, предназначенные для вывязывания полосы, в переднее положение. И начинаю делать обвивы. Одна игла, две иглы, три иглы, четыре иглы, пять игл. Можно сделать шесть игл. Можно больше. Чем больше игл вы обовьете, тем более насыщенным и интересным будет данный узор. Но я делаю шесть игл, потому что при большем количестве обвивок придется делать ручную провязку ряда. Я это делать не хочу. Шесть игл. И далее, со сдвигом в один шаг, мы продолжаем обвивать шесть игл. Отдвигаемся на одну иглу вправо. С одной стороны, на одну иглу вправо, с другой стороны. Обвили шесть игл. Шесть игл. Шесть игл. То есть каждый раз я обвиваю одинаковое количество иголок. Обвили. И далее, точно так же, как в самом начале, мы увеличивали количество игл, подобив, здесь будем их уменьшать. Пять игл, четыре иглы, три иглы, две иглы. Ну, можно одну последнюю, можно не делать. Прижали. Грузиком либо подвязали, либо подвесили груз на нить, чтобы она натянулась. Линейкой поджали к основанию игл, полотно набранное. Далее, очень важный момент. Либо мы провязываем вручную, либо, если мы хотим, чтобы провязала машинка, закрываете все иглы ряда. И тогда машина сможет провязать. В том случае, если она забирает иглы сама. Как моя машинка сейчас заберет иголки для провязывания ряда. Провязали. Если у вас машина с ручной прокладкой, то точно так же выдвигаете иглы в переднее положение. Вот они у вас стоят. Закрываете все язычки, ставите иглы в рабочее положение и после этого открываете их так, чтобы язычки легли на набранный узор. То есть, если язычки будут лежать сверху на петлях, машина прекрасно все провяжет. Это такие вот очень важные моменты и секреты при вязании данного узора. И дальше вывязываете какое-то выбранное вами количество полотна между отделочными полосками. Если вам понравился этот узор, видео было полезно, нажмите нравится, поделитесь с друзьями, подпишитесь на наш канал, чтобы вы в курсе всех обновлений. И ждем вас в нашей школе машинного вязания, где мы обучаем стремителям о своей и абсолютно любой вязальной машине с нуля. Ваша Наталья Некрасова.